МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. За 70 дней ни капли дождя. Кто поможет алтайским аграриям, чей урожай спалила засуха? В режиме одного посетителя. Почему барнаульцы недовольны новым форматом работы почтовых отделений? От 80 тысяч рублей выше за сутки самые дорогие туры на Алтай распроданы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем выпуск уже традиционно с информации о коронавирусе. Алтайский край назвали коронавирусной аномалией России. Деловой портал Бизнес.ФМ написал о том, что в некоторых регионах страны ситуация с COVID-19 не просто тревожная, а аномальная. К числу таких в частности отнесли наш край, а также Санкт-Петербург и Республику Тыва. В Алтайском крае за последние недели заболеваемость выросла в три раза в среднем с 70 до 230 диагнозов в сутки. С начала пандемии в крае выявили уже 6755 случаев заражения. За прошедшие сутки – 215. Умерли 6 пациентов. К слову, только за 4 дня этой недели скончались 20 человек. За все время пандемии 142 жителя Алтайского края. К другим темам. Наш регион вошел в период аномальной жары. Ее пик наступит завтра. Столбик термометра будет находиться на отметке выше 30 градусов до 20 июля. И по словам синоптиков, это вполне нормально для алтайского лета, но ненормально для посевов и некоторых жителей региона. Кому жара противопоказана, как уберечь себя от духоты и что произойдет с погодой сразу после недельного пекла. Расскажем далее. Жаркое алтайское лето вынуждает людей тянуться к воде, а власти – официально открыть пляжи, даже несмотря на коронавирус. Открыто уже 38 в крае, 6 из них в Барнауле. Чиновники уверены, что такими мерами можно изменить статистику по числу утонувших в этом сезоне и облегчить пребывание людей в городах в период аномальной жары. Правда, многие барнаульцы уверяют, что погода вполне комфортная. Чем жарче, тем лучше. Абсолютно прекрасно себя чувствую. Мне кажется, идеальная погода для хорошего настроения. Не устали от жары? Нет, не устали. Наоборот, очень хорошо. Согласен. Мы любим умеренную погоду уже. Чтобы было не очень жарко, не очень холодно. Не люблю жару. А почему? Я не буду дома. Ну, потому что мне нехорошо. У меня давление. Тем, у кого есть проблемы с сосудами и сердцем, в жару действительно стоит поберечься, уверяют врачи. Впрочем, и всем остальным желательно с 12 до 16 часов избегать пребывания на солнце. А еще пить в два раза больше воды, чем обычно, питаться овощными салатами, ягодами и фруктами, одежду выбирать из хлопка, желательно светлых оттенков. Если вдруг стало плохо, сразу уйти в тенек и приложить к шейным артериям лед. Или, не удивляйтесь, холодный замороженный риц. Его легче распределить по окружности. Врачи также не рекомендуют в жару прогулки по центру крупных городов. В эту жару скопление из-за выхлопных газов озона и идет повреждение легких, ну, прям, как бы, лопаются пузырьки воздуха. И у людей появляется, может появляться одышка, приступы, учащаются приступы панхиальной астмы. Ну и пить алкогольные напитки в жару нельзя. Зной так вызывает повышенное сердцебиение, а алкоголь его лишь усугубляет. В общем, плюсов у 30-градусной жары, по словам медиков, нет. Это всегда нагрузка для любого организма. Впрочем, скоро она завершится. 20-го числа мы ожидаем прохождение через территорию Алтайского региона, с теплого сектора, северного циклона, с которым, скорее всего, сформируется комплекс неблагоприятных погодных явлений. То есть, на фоне высоких температур можно ожидать усиления ветра, локальных осадков, гроз, шквалов, ну и исключить выпадение града тоже не приходится. Но тепло еще вернется. Не аномальная жара, но вполне хорошая и солнечная погода ждет жителей края в августе. Правда, пока лишь по предварительным прогнозам. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. На 90 тысячах гектаров в Алтайском крае погибли посевы. Такой масштабной засухи не было в регионе больше 20 лет. По словам фермеров, потери урожая колоссальные. Если не будет помощи со стороны властей, пережить этот год многие хозяйства просто не смогут. Минсельхоз края обещает обратиться за поддержкой к правительству России, но для начала ущерб предстоит оценить. 70 дней, ни одного дождя. Сегодня 70 дней. Это новый рекорд. Прежний в истории Кулунды 57 дней. Тогда что-то довышело. В этом году земля вышена, и на этом фоне поля со всходами скорее исключение. В каждом хозяйстве есть по несколько таких вот клеток, которые самые ранние, ну, первые посеяли рано, которые, допустим, вот здесь пары были, их и посеяли, здесь, да, здесь немножко стрельнуло. Но это не оптимальные сроки. Это так, просто повезло. Натравлено все, все чистенько, но толку-то нету. Столько денег закопали, мы даем все. Еще, может, чуть-чуть подтянется, но на кого-то, ну, это уже все. И теперь фермеры в общей лодке неудачи. Пожалуй, именно неудачи. Засуха засела в западной части края. Кулундинский, Немецкий, Ключевский и другие районы под солнцем, как под лупой. Засуха почвенная и атмосферная. Сухие сильные ветра лишь усугубляют ситуацию. У Анатолия Плохотникова 5000 гектаров. Две трети из них подсолнечник. Урожай будет небогатым, и это понятно даже не специалисту. Шляпка маленькая, она не успела сформироваться. А значит, и семечек тоже будет мало. У карликовой пшеницы таким же будет и зерно. И даже собрать его будет сложно. Еще будут потери, потому что вот это зерно, ну, вот это, допустим, вот этот колосок, вот этот вот, он 50% упадет на землю. Потому что он маленький, его не скосишь, не подберешь. В Кулундинском сельхозуправлении это лето сравнивают с летом 97-го. Правда, в Краевом Минсельхозе признают, что эта засуха покруче. За три месяца выпала треть от нормы осадков. И это только середина лета. Существует целая примета по вызову дождя. Так, чтобы он наконец-то пришел, нужно закопать муравейник. Поможем кулундинским фермерам. В ближайшие недели дожди не прогнозируют. Фермеры один на один со стихией. Каждый день они объезжают поля. Фотографируют свой ущерб, но уже не ради расстройства. До 23 июля Минсельхоз Края принимает от районов документы, подтверждающие ущерб засухи. После они будут направлены в Россельхозцентр для оценки ущерба. Затем Алтайский край вправе будет направить письмо в правительство России с просьбой рассмотреть возможность выделения допподдержки аграриям Края из резервного фонда. Сколько вы вложили в урожай? Ну, примерно, почти 5 тысяч. Где-то около 10 миллионов вложил. Хотя бы наши затраты погасить бы уже хорошо было. Что мы уже не до хорошего, что потратили, чтобы вернуть все свое. Больше нам ничего не надо. На следующий год? Чтобы засеяться, чтобы зерно. Сейчас же вы представляете, какие цены будут на зерно. Но будущее посевная сейчас страшит не так, как проблемы, которые начнутся осенью. Фермеры Клунды в этом году сеяли трижды, надеясь до последнего. Когда стало понятно, что всходов не ждать, засеяли уже кормовые. Но зеленой массы нет, а значит будет мало сеножа и силоса. У Андрея Вейса полторы тысячи голов. Лошади, коровы, бараны. Чтобы их прокормить, нужно 4 тысячи рулонов сена. А собрал он 600. Насколько заготовим корма, оставим, а остальное продадим. Все время собирал, всю жизнь, считай, собирал. И сейчас раз продать его, как-то жалко, конечно. Продать можно все, как говорится, потом никак не восстановить его. Сами они занимаются сенокосом в неудобных местах. Уже вокруг озера, косят и камыш, и осоку, скажем так. Рассматриваем соседние районы. Где-то, если есть необрабатываемые участки, будем косить на них. Готовы, как бы разослали уже во все инстанции объявления о покупке кормов. Правда, покупать корма фермерам придется самим. В муниципалитете денег на это не предусмотрено. Еще одна районная помощь – отсрочка аренды на землю. В рамках краевой поддержки сельхозпроизводителям обещают пролонгацию кредитов. Размер компенсации, от чего будет зависеть сумма и каковы критерии для нее, все это не уточняется. А между тем, гибель посевов уже подтвердили 23 района. Выгорело 90 тысяч гектаров. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. В Бийске с 1 августа подорожает проезд в общественном транспорте. Власти объясняют, что повышение стоимости мера вынужденная. Последний раз цена за проезд в Наукограде повышалась в марте прошлого года. А уже в мае этого бийские перевозчики обратились в мэрию с пакетом документов об установлении новых тарифов. Чиновники посчитали, что просьбы обоснованы. Включение зарплаты водителей, кондукторов, которые должны быть не ниже мрот, увеличившийся с января этого года. Также влияют автопробег, авточасы, то есть расписание, постоянное снижение пассажиропотока, которое происходит регулярно на протяжении уже многих-многих лет. Также ГСМ, запчасти, все это возросло. Таким образом, с 1 августа в автобусах и трамваях Бийска придется платить по 22 рубля за проезд в экспресс-маршрутах до 28. Правда, льготная стоимость проезда для пенсионеров останется прежней – 550 рублей в месяц по социальной карте. Кстати, с 1 июля проезд подорожает и в электротранспорте Рубцовска. Будут ли повышаться цены в Барнауле, пока неизвестно. Ну, а между тем, жители краевой столицы жалуются на работу почтовых отделений. С апреля они действуют в режиме одного посетителя. Иными словами, если работает одно окно, то и внутрь помещения пустят только одного клиента. Все остальные вынуждены ожидать на улице. Но в очередях под солнцем иногда приходится стоять часами. Тему продолжит Мария Микшута. А зачем же вы посылку принесли? А за тем, что так положено, раз посылка пришла, ее нужно принесть. А раз документов нету, ее не нужно отдавать. Я теперь так целую неделю ходить стану. А дайте сейчас же нашу посылку. Вот так и стоят на жаре. Кто-то 10 минут, кто-то полчаса в ожидании, когда наконец откроется долгожданная дверь. Можно будет отправить письмо, посылку или получить бандероль. Очередь двигается медленно, но пенсионерка ждет. Силы уже не те, терпение на исходе, возраст, да еще и солнце пек. Но надо получить посылку от сына. Я вот уже стою, держусь, потому что у меня заболевание костей, и мне трудно стоять. Я бы там вот села бы и присела бы на стул, на это, и быстрее бы время для меня шло. А так вот здесь вот стоять мне очень тяжело. А если бы предусмотрели какие-то лавочки на такие случаи, да, которые можно было бы поставить вот здесь и сесть? Да, я согласна. Либо лавочки, либо еще что-то. Но ни лавочек, ни еще каких-то мест для ожидания не предусмотрено. Остается либо ждать, либо уходить ни с чем. Ужасно неудавно. Мне кажется, я на 15 стою, еще никто не вышел. Сейчас первый раз кто-то ушел. Это если 8 человек впереди, то это получается стоять примерно час и больше. Окон-то больше. Там можно 4-4 даже окна за 10. Но почему-то, может быть, операторов не хватает. В том, что из четырех окон работает лишь два, наша съемочная группа убедилась лично. Девушка, расскажите, а вот сколько окон работает? Два. Два. Почему два? Два я продам. Потому что нет больше. Что-то на смс-клубок пройти. От операторов вы знаете, что ваше облачение, а народу уже накопилось. Люди ждут. Да. А это почтовое отделение на Калинино. Людей на улице ничуть не меньше. Принцип работы – тот же одно окно, один посетитель. Долго. А сколько там человек работает? Кое всего. Стоишь очень долго и неизвестно, то ли там люди работают, то ли кто-то уже освободился. Чего не скажешь о главпочтамте. Очередей нет, просторный зал, внутри прохладно. Работают все окна. На входе нашу съемочную группу встретил охранник без маски. Но как только увидел, что попадает в объектив камеры, сразу надел. Назревает вопрос, почему люди стоят на жаре, соблюдая меры безопасности, а сотрудники почты нет. Ну вы на рабочем месте без маски, вот при мне только ее одеваете. Здесь у меня ни кондиционера, ни вентилятора нет. Все понятно, мы видели. До свидания. Персонал обеспечен масками, перчатками и средством для дезинфекции рук. На вопрос, будут ли решать проблему с очередями, тем более, что впереди неделя жары, внятного ответа не услышали. Запускать внутрь массово, как и создавать комфорт на улице, не намерены. Говорят, работают строго соблюдая предписанные стандарты Роспотребнадзора. Но главное, чтобы из-за этих стандартов не стало плохо не только от вируса, но и от солнечного удара. Мария Микшута, Алексей Фризин, Николай Шилко. День с толком. Сегодня школьники края сдавали экзамены по химии и обществознанию. И вновь комиссия застукала нарушителей порядка. У 10 алтайских выпускников во время сдачи ЕГЭ с собой были шпаргалки или мобильные телефоны. Нарушителей сняли с экзаменов, пересдать которые они смогут только в следующем году. Примечательно, что отличившиеся школьники всего двух районов края – Шипуновского и Олейского. Поступить в учебные заведения теперь им будет гораздо сложнее. Этот год стал рекордным по числу нарушений во время сдачи единых госэкзаменов, которые пока еще продолжаются. Специалисты Министерства образования края на официальном сайте ведомства призвали ребят ответственнее относиться к процедуре и не пытаться себе во вред обмануть комиссию. Уважаемые выпускники, как бы вы ни старались, все телефоны и шпаргалки будут замечены организаторами и общественными наблюдателями, которые следят за ходом экзамена в режиме онлайн. Берегите себя, думайте о том, какое будущее вы сегодня для себя определяете. Удаление с экзамена лишает вас права его пересдачи в этом году. Отметим также, что ЕГЭ проходит с соблюдением санитарных норм и правил. Впереди еще один экзамен по иностранным языкам. Он пройдет 20 июля. Продолжим выпуск. Рухнувшее дерево повредило несколько могил на Черницком кладбище в Барнауле. Но родные тех, кто там покоится, хотят, но не спешат их восстанавливать. Дело в том, что в любой момент на погосте могут рухнуть другие зеленые насаждения. Кто должен следить за состоянием кладбища и растущими там деревьями, выясняла Валентина Аскерова. Все вот это вот. Видите как? Все три стороны поломались. Вот это совсем. Памятник шатается. Памятник дышит наладом. Надгробная плита вот-вот рассыпется. В конце прошлого месяца Лидия Владимировна приехала на Черницко на могилу безвременно ушедшего зятя. Когда увидела ее, ужаснулась полуразрушенная, на ней сгнившее дерево. Вот лежит и все ломается. Все трухлявое такое. Хоть тот, хоть тот. И вот мы такие же убирали со своей могилки. Ущерб на десятки тысяч рублей. Но это не самое страшное, говорит женщина. Это же все, как сказать, не по силам нам шибко-то. Мы, конечно, отремонтируем, все сделаем. Но а вдруг случится через неделю, через месяц, опять такое повторится. Это то самое гнилое дерево, которое повредило могилы. Таких здесь множество. Руководство кладбища об этом знает, но ничего не делает. Мы обращались к администрации, ходили в контору к ним. Но они говорят, мы ничего не можем вам сделать, потому что, говорит, это природное явление. И говорит, что если бы это вандализм был, мы там, может быть, что-то сделали. К слову, в этот день сухостой повредил не одну могилу. Упавшее дерево повредило 10 могил. Столик остался без столешницы. Памятник покосил, а ограда полуразрушена. Таких деревьев, извините меня, тысяча штук, которых нужно убирать. Как вы уберете? 95% кладбища – это деревья. Вы как-то это будете компенсировать? А как мы будем компенсировать, если это, я имею штормовую, распиливали вот эти упавшие деревья. Так что, ну, пожалуйста. А до того, как они упали, нельзя было? Почему? Езжайте вам объяснять. Своевременный спил ветхих деревьев – все-таки обязанность администрации кладбища. С ней заключен муниципальный контракт. Она обязана осуществлять уход за зелеными насаждениями, пояснил нам юрист. Минимум раз в год обследовать территорию и выявлять сухостои. Если этого не происходит, и ветхие деревья сносят ветер, люди вправе подавать в суд. Причем разом на две администрации – кладбище и муниципалитета. Ведь места захоронения относятся к их ведению. Во-первых, определиться со стоимостью ущерба. То есть нужно оценить ущерб. Нужно определить, где находится вот это дерево, которое упало. Это на территории кладбища или за территорией кладбища. Потому что иногда бывает, что это пограничная какая-то зона. И установить, являлось ли дерево аварийным и нуждалось ли оно в санитальной обрезке. Если дерево аварийное, ответственных привлекут к штрафу. Пострадавшим выплатят компенсации за вред имущества. Но последние все-таки настаивают не на компенсациях, а на человеческом подходе. По мнению Лидии Князевой, вопрос можно было бы решить и без суда. Будь администрация более участливой. От себя добавим, на кладбище полно аварийных деревьев, которые в любой момент могут упасть и на живых людей. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Самые дорогие туры на Алтай распроданы. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной запуску маршрутов в федеральной туристической компании. Как много московских рейсов добавится и дорого ли обойдется столичным жителям отдых в жемчужине Сибири. В следующем сюжете. Алтай – это такая мечта, наверное, каждого человека побывать в этом замечательном регионе. Теперь эти мечты стали ближе еще тысячам туристов. 18 июля из Москвы и Санкт-Петербурга откроют перелеты на Алтай. Прилетать в Боинге авиакомпании «Нордвинд» будут в горно-алтайский аэропорт. А оттуда туристов доставят по местным красотам, в том числе алтайского края. Самолеты будут привозить по тысяче желающих увидеть Алтай в неделю. То, что касается цифр, то на первые рейсы на горный Алтай, на сегодняшний момент из Москвы и Санкт-Петербурга загрузка приближается к 90%. Программу отдыха предлагают разные – от оздоровительного туризма до адреналиновых поездок. Работать будут с местными туроператорами, которые организовывают короткие туры. Самые привлекательные объекты Алтайского края – бирюзовая катунь, сибирская монета и белокуриха. Путевки рассчитаны на любой карман. Минимальная цена на неделю за человека в отеле, естественно, за всеми удобствами питания, завтрака, составляет порядка 19 тысяч. Сюда входит и авиаперелет, и трансфер, и страховка, и проживание. Интересно, что самый большой спрос на вип-туры с дорогим размещением. В таких только сутки в отеле обойдутся в 80 тысяч рублей. Кстати, туроператор рассказал, что мест на отдых в формате люкс больше нет. Все раскупили почти сразу. Качественные инфраструктуры, причем во всех ценовых сегментах, не только в категории 5 звезд, и 3, и 4, и 5 звезд, не хватает по всей стране. И касается, это безусловно, и Алтая. Не достаточно только построить дорогу, подвести канализацию, электросети. Нужно, чтобы там еще и развивалась туристическая инфраструктура. Строились гостиницы, средства размещения, подъемники. Развивались рестораны, общественные пространства, благоустраивалась городская среда. Также отмечают, что туризм на Алтае необходимо сделать круглогодичным. Речь идет о горнолыжных курортах. В беседе с губернатором Алтайского края туроператоры подмечают, что спрос рождает предложение, а спрос на качественный отдых на Алтае есть. Особенно, когда путешествовать можно лишь внутри страны. Дарья Демиллер, День с толком. Далее еще немного полезной информации. Все переходят на газ. Это уже не новая, но все набирающая популярность тенденция в отоплении частных домов. Почему это поможет свободно дышать не только природе, но и любому владельцу дома? Узнаете из сюжета. Никакой сажи и грязи, свобода от постоянного контроля и чистый воздух. Это далеко не все плюсы газового отопления, которое давно пришло на смену печному. На сегодняшний день газовые котлы имеют КПД ниже, коэффициент полезного действия, ниже 90%. И это тоже одно из таких главных преимуществ газового оборудования. То есть вы платите деньги за газ и 90% это все превращается в тепло. Для сравнения, коэффициент полезного действия угольного котла варьируется 60-70%. Барнаульская газораспределительная компания занимается подведением газового отопления под ключ. Специалисты разрабатывают проекты от простейшего до самого технологичного. Это, кстати, еще один плюс газа. Сегодня степень автоматизации, она практически управлять можно удаленно. С помощью телефона существуют программы и существуют котлы, которые имеют начинку такую интеллектуальную, которая позволяет без участия человека регулировать температуру в доме. При этом выбор оборудования и услуг газораспределительной компании настолько обширен, что подведение газа доступно владельцам домов с любым бюджетом. Тем более для жителей края Россельхозбанк предоставляет специальный кредит с фиксированной процентной ставкой от 3 до 5%. В том числе на газификацию домовладений. Продолжение следует...